В результате опрокидывания Лады Приоры погибла пассажирка. Смертельная авария произошла на 36-м километре трассы Казань-Малмыш в Высокогорском районе. О ДТП на номер 112 сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли спасатели и медики, но спасти жизнь женщины им не удалось. Сотрудникам МЧС только осталось извлечь тело погибшей. Также в аварии пострадал 26-летний молодой человек. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Подробности трагического происшествия выясняются. 58-летний мужчина подозревается в убийстве. Следственный комитет расследует преступление, произошедшее в селе Козыльяр Бавлинского района. По материалам дела, до недавних пор в хозяйстве обвиняемого работал 60-летний скотник. В селе ему был выделен дом. Однако спустя какое-то время мужчина стал злоупотреблять спиртным, и работодатель попросил его съехать, но получил категорический отказ. После чего обвиняемый зашел в дом и задушил потерпевшего. После этого он вернулся домой и лег спать. В настоящее время мужчине приявлено обвинение в совершении убийства. Судом по ходатайству следствия в отношении в избранном мероприятии в виде заключения под стражу. Полицейские задержали 11 членов преступной группировки, которые пытались взять под контроль малый бизнес в районе железнодорожного вокзала. Как установили оперативники, рэкетом предполагаемые вымогатели занимались на протяжении последних трех лет. Если владельцы ларьков не соглашались на условия бандитов, те поджигали павильоны. Причем нередко, в дневное время, когда внутри магазинов еще находились люди. Это один из последних случаев, когда местные группировщики пытались надавить на предпринимателей. Общепит работал круглосуточно. В третьем часу ночи туда зашли двое молодых людей и попросили сделать им чай. По словам повара, в момент, когда он занимался заказом, посетители бросили бутылку с бензином на раскаленный гриль, в результате чего павильон и загорелся. У вас конфликт какой-то с ним был? Нет, нет, нет. Вы этих людей не знаете? Нет. Раньше не видели? Нет. Тогда было возбуждено уголовное дело. В результате расследования выяснилось, что к преступлению причастны несколько участников Тукаевской группировки. Вскоре в полицию пришли еще два предпринимателя. Они заявили правоохранителям, что местные бандиты требуют у них ежемесячно по 30 тысяч рублей. Якобы свой бизнес они устроили на их территории. В противном случае угрожали порче имущества. Для подтверждения серьезности своих намерений они демонстративно осуществляли порчу имущества, а впоследствии неоднократно поджигали торговые точки. Всего в ходе расследования были задержаны 11 человек. Среди подозреваемых в вымогательстве и поджогах был также арестованный молодой человек с громким прозвищем Гитлер-младший. По некоторой информации он приходится сыном бывшему местному авторитету, убитому в начале 90-х. Сейчас все подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Вечером жители одного из домов на улице Восход ощутили сильный запах газа. Жильцы быстро догадались, что ЧП произошло в квартире одинокого пенсионера. На звонки и стук в дверь мужчина не отвечал. Люди обратились за помощью к спасателям. Опасаясь за жизнь человека, сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры. На месте побывал Искандер Тулбаев. Несмотря на, казалось бы, экстренную ситуацию, дверь квартиры спасателя ломать не стали, а аккуратно открыли замки с помощью специальных приспособлений. Пожилой мужчина был жив и даже не пострадал. Причина, по которой он не отвечал на звонки, была в том, что у пенсионера проблемы со слухом. В дальнейшем мужчина с редким советским именем Мэлс, а это, как выяснилось, не что иное, как аббревиатура имен Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, сам рассказал, как все произошло. Довольно сильный запах газа в подъезде в тот момент все еще действительно сохранялся. Специалисты газовой службы временно отключили плиту на кухне пенсионера и порекомендовали всем соседям проветрить помещение. Интересно, что именно реакция пожилых жителей подъезда на возможное ЧП была наиболее своевременной. Как долго все это продолжалось? Сколько времени пахло газом? Примерно скажите. Где-то с пяти, наверное, шла. Да, я вот шла, да, где-то с пяти, шестой час был. Я поднималась оттуда, газом запахнула. Ну, я думаю, может, пройдет он. Я в том крыле. Я ушла. А соседка после меня шла, уже вызвала. МЧС вызвала, да? Да. Ну, правильно, конечно. Эвакуация людей и отключение электричества в доме не проводились. Эксперты уверены, что данная ситуация не несла серьезной угрозы. По их мнению, для накопления критической массы для взрыва или, скажем, отравления газом нужно гораздо больше времени. Однако, своевременная реакция жильцов даже в этом случае была, разумеется, не лишней. Невнимательность водителя Калины стала причиной столкновения на улице Аделе Кутуя. Хозяин Лады признается, что лишь на мгновение отвлекся от дороги, а через секунду врезался в Киа. С учетом того, что молодой человек был готов признать свою вину, участники аварии сами составили схему ДТП и отправились на разбор в ГАИ. Таким образом, они не только сэкономили свое время, но и не стали причиной образования автомобильной пробки. В поселке Дербышки на улице Правды водитель Хёнде не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. Многочисленные очевидцы утверждают, что иномарка неслась по улицам, нарушая всевозможные правила, и едва не сбила несколько человек. Ирек Фаридович, согласен? Да. Ну, говори, да, либо нет. Ну, если нет, то это два года, если да, то полтора. Вопрос задали, ответ. Толторажка. Давай, жду. Давай, ду. Приподнятое настроение водителя Хёнда не испортило даже появление полицейских. Несложно догадаться, что именно стало поводом для лихачества за рулем в стиле компьютерного автосимулятора. Вот только в отличие от видеоигры тут могли появиться вполне реальные человеческие жертвы. По улице туда обратно дрифтовал. Стояла женщина с коляской, не знала, куда от него деться. Потом на четвертый, наверное, раз, как он съездил, он просто не смог затормозить. И вылетел, получается, на обочину. Врезался в дом прямо перед нашими ногами. Разумеется, в таком состоянии водителю только кажется, что он полностью контролирует машину. На самом же деле он сам находится под контролем неоправданной смелости, вызванной алкоголем. И все, что он натворил, только пока кажется ему забавной шуткой. Улыбался, когда я ему начала предъявлять то, что нас чуть не задавило, он подошел ко мне и сказал, ну ладно, ты же тут не лежишь. А его купить можно? Вот этот? Приборши? Низей. Давай. Сильнее, сильнее, сильнее. Давай, 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 давай. Все, ждем результат. Результат, как говорится, ждать себя долго не заставил. Интересно, что еще несколько лет назад водители уже лишали прав за подобные же правонарушения. Похоже, что тот случай уроком для него так и не стал. Продолжение следует... Продолжение следует...